Культ, 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 культовод. В Кирове 12 часов и 5 минут. Добрый день, пора говорить о культуре. На 101.0 вас приветствует Светлана Дождевых и Владимир Сметанин. Да. Сейчас будем представлять наших гостей с удовольствием. Нас занимательная, интересная, увлекательная беседа сегодня ждет. Ну и кроме того, наши слушатели, вы можете дозваниваться чуть позже по номеру 211-101, участвовать в розыгрыше наших призов. Культпоход по пятницам без этого не обходится, так что ждите, все обязательно будет. Ну а теперь наши гости и наша тема. Сегодня с нами в студии театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, автор многих театральных журналов и член многих театральных фестивалей. Это Ирина Алпатова. Ирина Леонидовна, добрый день. Здравствуйте. А также драматург и зафлит театра «Наспаска» Юлия Янушайта. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Давайте сразу сообщим нашим слушателям, которые хотят попасть на эту встречу с Ириной, где, когда это произойдет. Ну а потом уже немножко приоткроем суть и смысл, собственно, этой встречи. Встреча состоится уже завтра на экспериментальной сцене театра «Наспаска» и начало в 14.00 и возрастное ограничение 12+. Перед этим нужно обязательно зарегистрироваться, да? На самом деле регистрация — это такое наше пожелание зрителям, просто чтобы мы сориентировались, сколько стульев оставлять на малую сцену. Это не обязательно. Чисто органомент. Да, по спискам мы сверять не будем тех, кто, если вы, не дай бог, не зарегистрировались, что мы вас не пустим. Конечно, мы пустим всех и будем рады всех видеть завтра на нашей встрече. Это возобновление, да, проекта непосредственно? Это продолжение проекта. Проекта уже пять лет. Мы его запустили в 2016 году. Был перерыв на два пандемийных года, когда мы не могли собираться оффлайн и разговаривать. А это, по сути, цикл открытых встреч, которые посвящены современному театру, искусству, литературе и так далее. Каждый раз мы выбираем какую-то разную тему, разные гости, разные спикеры и слушаем вот эти открытые публичные лекции, которые обычно сначала, это такая лекция-лекция, а потом уже формат традиционный для всех лекций, вопросов-ответов, и все, кто к нам приходит, может что-то спросить, что-то уточнить, что-то узнать. То есть такой четкой структуры, по сути, не имеет встречи. Нет, нет, это очень демократичная. Абсолютно открытая и демократичная такая встреча. Да, да, они демократичные. То есть это, ну, как бы, мы же знаем, что сегодня даже в нашем городе проходит, это уже такое общее место, что, да, сегодня очень популярен, интеллектуальный досуг, что все эти лекции, это уже, даже говорить об этом, кажется, ну, как бы, не стоит. Даже у нас проходят встречи такие, есть проект лекций в политехническом, есть лекции ВЦАЭ, наши лекции на лестнице, которые с 2016 года, то есть там Вятский субъектив проводит тоже лекции и встречи, и город имеет возможность выбирать любой формат. Но если, например, те же лекции в политехническом, которые я сама нежно люблю и всегда хожу, они проходят все-таки в аудитории, в такой более академической атмосфере, то наши лекции — это вот небольшой зрительный зал. Как вы обозначили тему разговора, который состоится завтра? Да, это уже, наверное, вопрос Корине Леонидовне. Тема у нас звучит так. Границы современного театра. Есть ли они? Да, я думаю, что если вы обозначили, что границы, значит, что-то с этими границами не так, они, видимо... Я думаю, что они все-таки расширяются, границы современного театра. Ирина Леонидовна, скажите, насколько сейчас театр вышел из своих каких-то традиционных границ, что нового появляется в современном театральном процессе? Поближе к микрофону, да. Мне очень понравилось, как сказала Юля, что это частенько бывает не просто лекция, а некий круглый стол с вопросами и ответами. Потому что это, конечно, всегда интереснее, когда ты не просто рассказываешь людям какие-то неизвестные, а, может быть, известные им вещи, а получаешь ответную реакцию. И мы как бы попытаемся сначала сформулировать, что такое современный театр в понимании массового зрителя. Неважно, провинциального, столичного и так далее. Что это такое? Это обязательно здание, это обязательно сцена и зрительный зал, которые отделены друг от друга. Это обязательно пьеса, которую играют актеры, которых объединил режиссер, и зритель, который за этим наблюдает. Естественно, что подобный театр, он превалирует в России и будет так всегда, наверное, что он будет главным, наиболее популярным, потому что он понятен, он знаком. И мы попробуем поговорить, прежде чем перейти к новым, каким-то очень популярным, модным, нам кажется, что новым, но на Западе, в Америке, это как бы давно уже вещи известные, мы сначала попытаемся поговорить о вот этих традиционных вещах. А всегда ли было это театральное здание? Ведь мы считаем, что это все, это как бы дано театру. Всегда ли оно существовало? Да, то есть если уйти в историю, да, немножечко такой экскурс. И всегда ли в театре игрались пьесы? Или были такие времена, когда пьес не существовало в принципе, и никто об этом не думал? А всегда ли был профессиональный актер на сцене? Ну и так далее. И так далее. Вот об этом поговорим. И потом, в общем-то, перейдем к тому, что сегодня активно развивается. К сожалению, сейчас не все остались в стране. Люди, которые делали этот новый театр. Поэтому иногда придется говорить о современном театре немножко уже как бы в прошедшем времени. Но я надеюсь, что это все-таки переменится. Временные трудности, так скажем. Да, временные трудности. Вот. И поэтому мы поговорим. Просто сейчас могу перечислить подробно, естественно, не рассказывая, подробно перечислить, о чем мы поговорим. Мы поговорим о таком явлении, как театр без пьесы. Уже в современном варианте. Уже интересно. Да. Театр без пьесы. С приведением множества примеров, которые я сама видела. Мне интересно рассказывать о тех вещах, которые я видела сама, а не просто где-то... Уже в России видели. Да, конечно. Конечно. Мы будем говорить о российском театре, естественно. Поговорим о вот этих театральных терминах, которые появились не столь давно, но стали очень востребованные. Это и театр Вербатим, который Кирову знаком по спектаклям Бориса Павловича. Я думаю, что можно немножко пояснить, потому что раз этот опыт у нас уже использовался, что включается в это понятие Вербатим? Ну вот Вербатим как раз это... Тоже я бы отнесла к этому явлению театр без пьесы. У нас-то драматурги все равно обрабатывают, но это реальные монологи реальных лиц. Записаны. Иногда случайных людей на улице. Иногда бывает какая-то выборка. Записываются студенты, ученые. Был даже спектакль, где у нас в Москве, в театре ДОК, где были монологи мигрантов, которые просто иногда и по-русски-то говорят плохо, но тем не менее. Ситуация реальная. Это не фантазия уже драматурга. Это реальные. Они бывают корявыми. Они бывают очень личными. Иногда со слезами просто слушаешь какие-то вещи. Разнообразный спектр эмоций. Да, границы театра, они заходят, получается, в таком случае уже и на журналистскую какую-то работу, деятельность. Да, да. И самое главное, что мне показалось, мне Юлия говорила, что не столь давно здесь, в Кирове, была лекция, где очень хороший наш театровед Мила Денёва представила как бы азбуку вот этих новых театральных направлений. Сейчас, когда я вижу такие спектакли, когда наблюдаю, как они делаются, разговариваю с актёрами, режиссёрами, драматургами, я поняла вдруг, что в нашем современном российском театре эти понятия часто не разграничены. Вот у нас есть иммерсивный театр. Да, очень популярный сейчас. Да, это, ну, например, те же бродилки, которые на территории театра могут происходить или выход в город, и где зритель, собственно, актёров-то тоже нет, да? Вот. Это может быть сайт-специфик. То есть спектакль по идее происходит в конкретном одном определённом месте. Это может быть инклюзивный театр. Я не буду объяснять, что это такое пока. Нет, можем, кстати, сказать, чтобы потом проверить, насколько внимательны были наши слушатели. Если у нас вопрос будет с этим связан. Да, давайте, пока не будем. Вот. Есть партисипативный театр. И, понимаете, ну, на 90% вот эти и другие, которые я называла направления, они сходятся в одном спектакле. Я бы сейчас даже не смогла физически вот так вот разграничить. Потому что в одном спектакле иногда сходятся и вербатим, и этот сайт-специфик, и инклюзив, и участие зрителей, и так далее. Поэтому вот будет попытка рассказать отдельно, что с примерами, конкретными примерами, что такое каждое из этих направлений, и показать их синтез. Потому что, ну, без синтеза сейчас ничего не получается. Вот. И очень интересная тема, которая тоже идёт, не тема, а само вот это явление, идёт из древности. Вот такая тесная смычка актёров со зрителями. Когда ведь мы сказали, бывают спектакли без пьесы сейчас, а ведь сколько спектаклей сейчас без актёров. Ну, мы называем, например, это интерактивом, да? Интерактив? Нет. Интерактив — это немножко другое. Интерактив немножко другой. И я вот как-то сразу за это слово цепляюсь, потому что он очень часто бывает глупым, и никому не нужным. Понимаете? Театру хочется как-то привлечь внимание зрителя, вовлечь его туда, и начинается вот такая ерунда. Вот тебе барабан, ты сидишь в первом ряду или во втором, вот тебе барабан, постучи в этот барабан. Это не убавляет, не прибавляет ничего. Или вот сейчас мы тебя выдернем на сцену, и ты вальс станцуешь. Такое немножко заигрывание. Да, или вот мужчина, да, мужчина в третьем ряду, я к вам обращаюсь, толстый с бородой. И, понимаете, у меня, например, сразу не смычка идет, а как бы дистанция. Поэтому партиципативный или партиципаторный, вот такие сложные слова, как называют, это нечто другое, когда зритель становится одновременно и зрителем, и наблюдая за теми, кто рядом, и актером. Вот это, вот про эти новые коммуникации актера и зрителя, чтобы не было вот этой четвертой стены, ты сидишь и смотришь, а чтобы зритель был вовлечен вовлечен в процесс не просто игрой на барабанах. Да, то есть не таким механическим каким-то. Да, да. А действительно был туда вовлечен, причем даже физически, физически, перемещаясь в какие-то другие пространства, или иногда произнося какой-то текст, который тебе дают на листочке прочитать, относящийся к спектаклю. Вот это все очень любопытно, но действительно у нас в России это все перемешано в один такой клубок, что об этом с примерами конкретными интересно будет об этом поговорить, потому что бывают вещи, как смешные и немножко нелепые, и сделанные ради моды, просто вот, ну, модно, да. А бывают вещи продуманные, и бывают такие режиссеры, как, вот, например, любимый мною Дмитрий Волкострелов, который прекрасно умеет делать спектакли, нормальные, как мы говорим, да? Классические. Ну, не то, что классические, но чтобы была пьеса, сцена, сцена зрителей. В общем, да, внимание как он продается. Собственно, он, как мне кажется, больше других сделал вот в этом направлении шагов, и театр, спектакль без пьесы, мне кажется, он здесь вот пионер. И вот как он это делает, что это за спектакли, как они сделаны, как они устроены, вот об этом мы не только, конечно, о Волкострелове мы поговорим. А, кстати, вот вы сказали слово «мода». Мода — это основной фактор, влияющий на вот эти всевозможные направления. То есть не модно, это быстро уходит, быстро отмирает. Или какие-то еще вот здесь нюансы имеют значение? Нет, это не основной. Это один из. Один из — это, прежде всего, конечно, попытка привлечения нового зрителя, молодого зрителя, который традиционный театр зачастую воспринимает уже как нечто архаичное. То, что неинтересно, то, что уже 40 раз видено. Когда с молодым именно человеком иной контакт пытаются тесные, близкие установить, когда его спрашивают реально о том, что он думает по этому поводу, и его слушают, и его мысли, его слова потом включаются в какой-то конкретный спектакль, понимаете, происходит, как мне кажется, возврат доверия к театру. Это не только модно, это, ну, жизнь не стоит на месте, и мы все время в театре-коробке не проживем. И вот эти изменения, это молодежи, прежде всего, конечно, мне кажется, адресованы молодежи, вот это изменение формата и этот вечный молодежный бунт, вот он бунт против границ любых, в том числе и театральных. Мы не имеем в виду географические границы, мы имеем в виду рамки, границы каноны, правила. Когда вот такое предлагается, молодые люди любят немножко так все это, порушить каноны и это. Я знаю, что театральное искусство вышло в пространство мобильных телефонов, то есть есть понятие мобильного художественного театра или мобильного театра. Это как раз самая понятная для молодежи, для подростков такая площадка, она стала очень актуальной еще и в связи с ковидным периодом. Вот, а как это происходит? Что это за мобильный театр? Как это выглядит? Ну вот у нас существовал, не хочется говорить, хочется говорить, что все еще пока существует, он так назывался, мобильный художественный театр, МХТ. Это вот стек такой, понятное дело, да? Перекличка такая, да. Когда в наушниках, тебе давали наушники, в которых была записана история, связанная, допустим, с городом, или был спектакль по московской биографии Марины Цветаевой, связанный с теми местами, где она жила, где она ходила, с какими людьми общалась, ты одеваешь наушники, приходя предварительно на то место, где тебе указано, и ты один. Дальше идешь, сопровождаемый текстом, где тебе, может быть, звучат какие-то фрагменты художественного произведения, одновременно тебе говорят, идите прямо, поверните налево, такая навигационная какая-то. А где границы тогда театра? Это все-таки театр или экскурсия? Вот я экскурсовод, я примерно так себе представляю экскурсию, но никогда не думала, что это что-то театральное представление. Как отличить тогда? А вот знаете, это самый, наверное, популярный вопрос, который возникает не только у зрителей, который возникает у театральных критиков, даже когда собирается наш главный театральный фестиваль «Золотая маска», в котором есть категория «эксперимент». Куда входит вот что-то, раньше называлось инновация, а теперь называется «эксперимент». Входит что-то необычное. И вот тут вот начинаются всегда вопросы. И понимаете, на самом деле, вот мне как кажется, этих границ нет. Этих границ нет. Поэтому я и говорю, что нужны какие-то новые термины. А я бы какой-нибудь, не знаю, гуманистический что ли подход такой, ну мы же вот поймали его, вот его же привлекло, собственно, этого, ну не зрителя классического понимания. Это прежде всего привлечения, мы же затронули там струны, которые планировали, собственно, да? Но это один из подходов. Мне понравился, я сейчас не помню, чья это цитата. Ответ, мне кажется, очень точный вот на этот же вопрос. Не помню, может быть, это Мила сказала, может быть, это Павел Руднев, всеми нами уважаемый и любимый, сказал где-то. Но это очень точная, мне кажется, емкая формула, хотя мы уже где-то с мужем поспорили об этом. Он сказал, что театр сегодня это все, что себя называет театром. Вот как бы если самоощущение... Да, если ты сам будешь подавать, да, вот этот продукт как театральный... Это может быть театром, может быть, да. Мне кажется, в этом ключе, вот с точки зрения театра... Театр это то, что себя называет театром. И все, и копать в лоб же не стоит. Да, да. Ну, как бы... Не то, что не стоит, но как бы... Это как бы, да, одна, наверное, одна. Имеет право на существование, да. С другой стороны, мне кажется, что все-таки вот то, что мы говорим о новой модели коммуникации со зрителем, вот это, наверное, даже главнее. И я не думаю, что все актеры, режиссеры, драматурги, которые занимаются вот такими вещами, они хотят заниматься только этим. И когда вот эта коммуникация сложится, когда новое поколение придет к театру, оно потихонечку будет возвращаться и к нормальному традиционному театру. То есть через простые формы, да, какие-то... Который совершенно не устарел. Это как сделать его, извините меня, да. Можно сделать какие-то кринолины и текст точно по пьесе, что иногда текст, он просто не звучит, этих слов не знают уже люди, да. Но ведь и такой театр в коробке, на сцене коробки, как мы называем, можно сделать очень интересным. И сейчас именно вот тот момент, наверное, второй момент в истории русского театра, как мне кажется, когда современный театр, традиционный или нет, делает новая пьеса. Потому что весь XX век у нас был век режиссуры, но когда на рубеже XIX-XX веков появилось такое понятие «новая драма», куда входили Миттерлинг, Чехов, Гауптман, отчасти там Ипсен и так далее, другие авторы, вот тогда именно драма, как она была написана, она изменила подход к театру, она изменила правила приема постановки спектакля. И вот сейчас, мне кажется, происходит то же самое. То же самое. Именно новая пьеса, она диктует, ведь не только какие-то темы, содержит в себе, простите, какие-то темы, сюжеты, она диктует то, в какой форме это должно быть, как с этим материалом работать. Это очень сложно, и мы смотрели вот спектакль, даже в вашем Кировском театре на Спасской, когда действительно пьеса стоит пока что выше, и к ней ищешь подход, и иногда не находишь, иногда режиссер пытается открыть ее старыми ключами, а она не открывается. И вот как, мне кажется, сейчас это очень важный момент, когда пьеса может развернуть в каком-то, надеюсь, в хорошем направлении, современный сам театр. Или что-то добавить? Что-то хотели? Нет, просто сейчас, на мой взгляд, интересно. Я слушаю, за мой взгляд. Я еще очень хотела бы узнать о работе театрального критика. Что входит в работу театрального критика? Вы, наверное, постоянно посещаете, каждый день какие-то театральные постановки. И для кого пишет театральный критик? Прежде всего, для режиссера или для актера? Меня предупреждают, что у нас... Да, или для зрителя. У нас две минуты, меня предупредили. Вы прямо задали вопрос. У меня было два курса в ГИТИСе театроведческих. Над этой темой мы бились. Как все сложно в мире театра. Да, восьми лет. И не нашли. Не нашли ответа. И не нашли однозначного ответа. Потому что, во-первых, есть разные форматы изданий. Одни предназначены для простого зрителя, другие для профессионального, как бы уже зрителя и читателя. Вот. А жизнь театрального критика... Ну, каждый день ходит тот, кто является экспертом какого-то крупного театрального фестиваля. А так это и обсуждение спектаклей. Это очень сложно, когда только вышел из зала и должен уже себе... Сгенерировать там что-то, да? Сгенерировать какие-то мысли. Это обсуждение спектаклей, написание статей. Это участие в экспертных советах, участие в жюри театральных фестивалей, какие-то школы театрального блогера. Даже такие еще есть. Да, школы. Это очень известная школа театрального блогера. Глеб Ситковский, критик такой, ее придумал. Школа театрального зрителя, которая есть во многих городах, которые объясняют... Как смотреть. Как смотреть. В тюзах. Как смотреть и что такое современный театр. Продюсерством занимаются многие критики. Помогают лаборатории проводить театральные. Лаборатории проводить. Являются, да, экспертами лаборатории. Собирают. Иногда, вот как Павел Руднев, например, вот он критик, да, он просто сейчас делает эти лаборатории. Книги пишут многие. В общем, чем только мы не занимаемся... Тоже синтез профессиональный. Да, синтез, сборные абсолютно, да, вещи и темы, и этим. И ведь еще нужно позаботиться и о хлебе насущном, получается. Конечно. Сейчас ездить в регион. Это самое интересное, вы знаете, ездить в регионы, потому что там иногда какая-то жизнь бывает, о которой ты даже не знал и не слышал, что может вот бывать так, что вот здесь такие пьесы поставлены, да, о которых ты не знал. Вот ты узнал, ты их пойдешь рекомендовать дальше. Или вдруг видишь ты интересного режиссера, и ты тоже будешь его советовать, продвигать куда-то на фестивале. Тоже вот, кстати, одна из задач театрального критика познакомить с тем, что вдруг ему одному где-то открылся, кто-то или что-то, познакомить театральный мир, в чем-то продвинуть этого человека совершенно искренне, бескорыстно. Я прошу прощения. Прошу прощения, да. Мы продолжим обязательно нашу беседу, и слушатели, уже пора подключать к нашему розыгрышу. 211-101, напоминаю номер прямого эфира, но сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Я думаю, что наши слушатели уже готовы пообщаться с гостями нашей студии, Ириной Алпатовой и Юлией Иоаннушайзе, но перед тем, как наши гости будут задавать вопросы, нужно знать те призы, за которые, да, слушатели будут бороться. Пожалуйста, Светлана. У нас сегодня много призов, постараюсь быстро. Пригласительные билеты в кинотеатр «Смена», в кинотеатр «Дружба», пригласительные билеты от наших гостей, это театр «На Спаской», есть пригласительный билет на спектакль «Тортюв», который состоится 23 октября, 18.00, возрастное ограничение 16+. Также есть пригласительный билет на выставку Сергея Горбачёва в галерею прогресса и сертификат на посещение музея «Вятского самовара», причём сертификат на семейное посещение. Есть также книги от магазина «Читай город», это Дмитрий Данилов, «Саша, привет», 18+, Егор Летов, «Сияние», «Прямая речь», интервью, монологи, письма, 18+, Михаил Боков, «Русская готика», 18+, и Марьяна Романова, «Болото», также 18+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. Итак, пора задавать вопросы. Кто этим будет заниматься? Юля, Ирина Леонидовна? Мы придумали вопрос. Собственно, первый вопрос, который связан с тем пригласительным билетом, который мы хотим подарить на «Тортюв» радиослушателям. И вопрос будет такой. Сколько лет этот спектакль идет в репертуаре театра «Наспаска»? Без вариантов. Без вариантов. Без вариантов. Да, потому что когда я увидела пригласительный, я поняла, что он идет уже очень давно. 211-101, пожалуйста, звоните. Отвечайте правильно. Самым первым у вас, соответственно, самый обширный выбор из наших призов сегодня. Причем старайтесь дозвониться как можно быстрее. Времени у нас остается совсем уже немного. Да, напомним, что «Тортюв» пригласительный билет на 23 октября в 18.00. Возрастное ограничение 16+. У нас уже есть звонок. Давайте общаться. Добрый день, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Ольга. Ольга, отвечайте. 14 лет. Да, все верно. Как можно в ходу знать человеку неподготовленному? Либо, Ольга, наоборот, подготовленный человек. Подготовилась, я уже на него два раза ходила. Ну, значит, я думаю, что вы выберете какой-то другой приз. Да, на самовар. Вятский самовар. Да. Музей Вятского самовара. Семейное посещение Музея Вятского самовара. Пожалуйста, не кладите трубку. Нашему редактору вас передаем. Уже конкретно вам она пояснит, когда и где можно забрать этот билет. Следующий вопрос. Да, следующий вопрос связан, собственно, с названием нашего проекта, на который мы завтра приглашали слушателей. И приглашаем все еще. И приглашаем, да. Это проект «Лекции на лестнице». Меня недавно спросили, а лекция правда будет на лестнице? Вы что, издеваетесь? Нет, когда мы проект только задумывали, это стоял август 2016 года, было тепло, прекрасно, и мы подумали, почему бы не провести цикл открытых встреч под открытым небом. И решили, значит, что на прекрасной чудесной лестнице, которая не со спаской, а из кооперативного переулка, мы поместим зрителей, будет лектор, все. Потом мы, во-первых, столкнулись с технической проблемой, надо было микрофоны выносить, это же шум улицы и все такое. Потом быстро август сменился промозглым сентябрем, но название мы решили оставить. И то есть сейчас они проходят не на лестнице, но лестница реально существует. Так вот, собственно, вопрос. Вот эта лестница с кооперативного переулка, которая подходит к театру, такая красивая, кружевная, которая недавно еще была на афише этого проекта, куда она ведет в театре? И варианты ответа такие. В зрительное фойе верхнее, в подсобное помещение театра, либо на сцену? Очень интересно. В фойе на сцену, либо в подсобное помещение? Прекрасный вопрос, мы еще узнаем и о внутреннем устройстве театра. Название-то какой-то кооперативный переулок. Да, да, да. Дыхание истории прям, да. Уже у нас есть ответ. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Можно попробовать угадать третий вариант ответа на сцену? Да, все верно. На сцену. Отлично, Наталья. Вы определились ли с подарком? Да, от Артёвы 23 октября, да? Да, 23 октября, 18.00. Да, давайте. Хотя мы два раза ходили, но у меня еще молодцы ребята приходили, поэтому я думаю, третий раз можно сходить еще. Да, это очень приятно. Да, отлично. Наталья, не кладите трубку на нашему редактору, пожалуйста. Передаем. Ирина Леонидовна, какие у нас зрители театральные. Итого у нас остается еще очень много подарков, да? Да, много подарков и есть время для того, чтобы... Да, еще есть время для того, чтобы... Четыре минуты нам подсказывает звукорежиссер. Чтобы задать еще вопрос. Ирина Леонидовна, присоединяйтесь. Давайте присоединюсь. И вопрос связан с грядущей лекцией. И может быть два вопроса в одном. Скажите, пожалуйста, что такое инклюзивный театр? Одно из важных направлений современного театра. И вопрос в вопросе. Кто из режиссеров, близких вашему городу, очень профессионально занимается этим театром и считается одним из лучших мастеров этого направления театрального? Я предлагаю, даже если слушатели ответят на один из этих двух вопросов, мы уже зачитаем. Я думаю. Мы же не злые, да? Нет. Давайте. 211-101, да, пожалуйста, звоните. Есть еще у нас призы и билеты в кинотеатр, и книги у нас еще в полном, да, в полном, собственно, составе. Алло, добрый день, как вас зовут? Мы вас слушаем, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Светлана. Светлана. Вы готовы ответить на вопрос, пожалуйста? Ну, я думаю, что инклюзивный театр – это театр, в постановке которого задействованы люди с особенностями развития. Может быть, глухонемые, с ДЦП. С ограниченными возможностями. С ограниченными, да. Ну, а по поводу личности, о которой мы вам задавали? Я в этот момент начала звонить и уже… Прослушали вторую часть вопроса. Да. Вот. Ну, я думаю, что мы засчитаем безусловно. Сейчас Ирина Леонидовна расскажет, откроет нам ответ на вторую часть вопроса. А может быть, еще кто-то позвонит. А, кстати, да. И получит хороший приз. Есть у нас на это возможность. То есть яркий пример инклюзивного театра. Подарков у нас хватит, это точно. Светлана, вы определились с подарком. Светлана, мы вас передаем нашему редактору, пообщайтесь, пожалуйста. Да, вы у нас законная победительница, выбирайте приз, безусловно. Подсказку я дала, что этот человек связан с вашим городом. Он связан с нашим городом, и при этом, я смотрю на время, две минуты, даже минутка у нас остается, для того, чтобы дозвониться успел. Давайте подскажем, работал в нашем городе. Работал. Работал. Как давно? Недавно. Недавно. Недавно, вернее. Ну, как недавно, да. Но все относительно, собственно, город его до сих пор любит, знает, ходит по два или три раза на его спектакли, которые еще идут в нашем репертуаре. И, скажем так, например, прямо сейчас в театре идут репетиции, супруга этого режиссера, как художник, оформляет новый спектакль в театре на Спасской. Видите, сколько подсказок мы уже сделали. Вот, здесь сразу появился звонок. Принимайте. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, я Валентина, много чего сейчас не услышала, пока звонила. Ну, наверное, у нас Евгений Шварц. Нет, это было давно. Да, здесь... Я даже не услышала, я только вот сначала слышала, и все. Ну, увы, мы, я не знаю, мы столько подсказок уже сделали, просто, я не знаю, теряюсь догадка, что еще подсказка. Ну, в это время я звонила и не услышала. Ну, вот тогда, увы, видимо, не получится у нас услышать правильный ответ именно от вас, Валентина. Спасибо, в следующую пятницу будем вас ждать, обязательно участвуйте в культпоходе. И в связи с тем, что времени остается уже совсем немного, нужно, видимо, озвучивать этот ответ, правильный нам самим. Ну, да, да, придется. Это бывший главный режиссер театра «На Спасской» Борис Павлович, который сейчас в Петербурге очень активно, очень профессионально и очень интересно занимается этим видом театра. Спасибо большое нашим гостям, еще раз напоминаем, да, еще раз, давайте, Юля, напомним, где с Ириной Леонидовной можно встретиться непосредственно. Завтра в 2 часа в театре «На Спасской». Завтра в 2 часа в театре «На Спасской», без регистрации можно, да, на сайте непосредственно, и еще раз возрастное ограничение. Напомним. 12+. 12+. Спасибо большое, приятных впечатлений от нашего города, от встречи с нашей публикой. Спасибо. Всем удачи, до свидания. До свидания. До свидания, всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»